Здесь вы выделяете, соответственно, по поведению. Значит, вот какое место займет, место занимают шизоиды, истероиды и невротики. У нас с вами есть возможность занять место. Истероид превратит это в спектакль. Куда я сяду, где я окажусь. Что вы мне посоветуете? Мне надо подумать. У нас целое событие разворачивается в этом всем пьесе. Вот, значит, шизоид сядет, где просто упало. Ну, то есть, угол нашел. Он уже в другом, он занимается своими делами. Он же там думает, читает, где он сядет, ему неважно. Вот, невротик будет выяснять, как правильно сидеть. Ну, где чье кресло. Чтобы ни в коем случае не сесть на чужое. Нельзя чужое чужое. Вот Маша из сказки Маши и Медведи, она реально просто шизоид. С истероидом радикалом. Ну, то есть, ну, как бы, вошла, ты стоят в кровати. Ляг в углу просто. Если ты нормальный невротик, не лезь. Не твое заняты места. Вот. Они не просто там стоят. Или дождись хозяев и получи это. И потом три раза подойди к кровати, сделай поклоны, и потом скажи, ну, ладно, все, и так аккуратно сесть. Ну, чужая же кровать, в конце концов. Ну, вот. Почему социальность? Они чувствуют, что все чему-то кому-то принадлежит. Ну, как бы, нету вещей просто так валяющихся. Да? Ну, оно все чье-то. Да? На нем, как бы, поэтому для неврочка важно. Чье это место? Как правильно сесть? Там и так далее. Вот. Он уточнит. Он интуитивно поймет чужое. Он интуитивно поймет, что лучшее место, оно уже занято. И он будет искать место, которое было бы чуть-чуть убогое, потому что большая вероятность, что это не хозяйское. И он будет искать место, которое было бы чуть-чуть убогое.